При Украине Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности был уникальным учебным заведением. Сюда съезжались будущие ядерщики со всей страны. Не менее уникальным институт оказался и в России. Учебное заведение одно из немногих обеспечивает подготовку всех специалистов для атомных станций, но за своих абитуриентов институту пришлось побороться. За полтора года преподаватели объехали почти все российские атомные станции, города-спутники. Там велась активная работа по привлечению будущих студентов в ВУЗ. Результат – договор о сотрудничестве и заполненный бюджет. В этом году из 224 человек, принятых на специальности нашего института, принять также 38 представителей материковой России. В число этих 38 молодых первокурсников входит также 10 человек, целевиков так называемых, которые будут учиться по специальностям атомной энергетики и 5 целевиков, которые будут учиться для нужд Крымэнерго. Основная задача сотрудников атомной станции – обеспечить безопасность ее работы. Без практики обучить этому невозможно, поэтому в Институте ядерной энергии и промышленности большое внимание уделяется именно этому аспекту. Для этого в Институте оборудованы лаборатории со специальными тренажерами. Такие же используются для предварительной подготовки специалистов на реальных атомных станциях. Студент во время занятия может как изучать работу установки в целом, так и отслеживать параметры различного рода. Здесь заведены практически все параметры реакторной установки, которые нас интересуют. И исследовать возможные воздействия при возникновении как штатных, так и нештатных ситуаций. Кроме того, для обучения используется настоящее оборудование, которое функционирует на действующих атомных станциях. Практикуясь на нем, студенты максимально будут готовы как к управлению различными системами, так и к устранению неполадок. Это лаборатория кафедры системы контроля и управления атомных станций. Здесь находится реальное оборудование, которое установлено на энергоблоках. То есть оборудование позволяет контролировать нейтронную мощность реактора. Это оборудование, которое служит для формирования сигналов защит, блокировок, управления разного рода. Оборудование, которое позволяет регулировать технологические параметры энергоблока. Лаборатория позволяет задавать неисправность при помощи преподавателя. В этой лаборатории они находят эту неисправность и ее устраняют. Так как это заведование, материальная часть, та, которая установлена на энергоблоках атомной станции, то это реальное оборудование. Приходя на атомную станцию, студенты уже знают, они с этим сталкивались. Для них очень легко сдать все необходимые зачеты. Чтобы стать настоящим специалистом-ядерщиком, диплома мало. Прежде чем выпускника допустят к работе, он должен сдать ряд зачетов уже на самой станции. Но и в институте просто так к тренажерам не допускают. Сначала студент должен подтвердить свои знания о работе всех систем. Ведь оборудование, даже учебная вещь, очень серьезная и сложная. Наряду с подготовкой на оборудование в лабораториях кафедр производится также подготовка и проводятся лабораторные практические занятия на подкритической урангодной сборке, на критической сборке и в конечном счете на исследовательском реакторе ИР-100. То есть с самого начала наши студенты привыкают к особенностями производства, у них устраняется психологическая боязнь всех возможных воздействий ядерной энергетики и в конечном счете мы получаем хорошего классного специалиста. Благодаря такой серьезной подготовке подавляющее большинство выпускников Института ядерной энергии и промышленности устраиваются на работу по специальности. А страна в свою очередь получает грамотных специалистов, готовых обеспечить полноценную и безопасную работу атомных станций.